ребят всем привет значит давайте закоптим шейку шейка у меня килограмм триста пятьдесят шесть грамм это то что написано мы естественно и взвесим перед засолкой коптить будем в моей любимой коптилочки ханхи ханхи 4 как говорил ханхи 4 не то что номер модели а здесь получается 4 в одном коптильня горячего копчения коптильня холодного копчения одновременно сушилка для горячего копчения для холодного лучше не использовать потому что в нагрев используется и пароварка то есть все можно использовать в одной емкости обзор есть полный обзор на моем канале ну естественно все ссылочки в описании под видео кстати система очень хорошо продуманно система сделаны из нержавейки есть система 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 есть система очистки и уходите используйте хотите не используйте принципе я могу сказать на сегодняшний день это из вот таких вот домашних коптилин самое продуманное и имею из простых там без всяких кучи нагревов каких-то там тенов хиренов и всех-всех-всех наворотов самое продуманное и наверное самое дешевое из тех что я видел мой в принципе как для квартирка для домашней коптильни полностью достаточно значит теперь по поводу шеи мы знаем ну уже естественно свиная шея мясо жирное жир это аромат но если я сейчас посолю как положено двумя процентами соли как это делается обычно и буду коптить жир будет топиться в момент приготовления жир будет топиться и капать вниз это не страшно но наш полезный продукт будет вытапливаться из полезного мяса из нашего мяса будет вытапливаться жир то есть наш вкус аромат будет уходить но я подумал если я шею сейчас засолю солить я планирую на пополам с нитриткой то есть 2 процента соли напополам с нитриткой 50 на 50 вот мне просто нравится но буду все показать мне нравится вот этот ветчины аромат который задает нитритка вот и если я смотрю что тут положу в пакет вакуумный она просолится а потом я сварю в сувиде потому что я могу варить на пару здесь но опять же жир будет капать в этот пар в эту воду которая будет в как сильнее и на жир будет вытавливаться если я буду варить в пакете и по системе сувид по моё мясо будет этот жир он будет находиться в этом же пакете мясо будет вариться в этом же жиру сжатый пакет даст задаст форму то есть мясо не будут расколбашивать так как вот я помню я варил курицу она была хреновой формы и в принципе она не разровнялась она когда оттаяла на хреновой формы осталось здесь у меня все оттаившие здесь я придам форму и плюс я хочу надрезать так вот располосовать этот кусок мяса для того чтобы посыпать специями так как мы знаем что специи которые посыпаны снаружи копчение убивает убивает по какой причине во-первых аромат копчения довольно-таки мощный и во-вторых сами специи они которые снаружи они прокачиваются и благодаря копчению просто теряется их аромат только у перца мы можем у черного почувствовать астринку поэтому специи будут внутри и варить мы будем по системе сувид хватит разглагольствовать давайте приступать значит смотрите камень новая доска здоровенная я вам каком-то видео уже говорил вот у вас на огромное с одной стороны есть каем очка другой нету каем очки есть ручка для переноски значит ее ширина 58 с половиной 59 сантиметров на 37 сантиметров то есть здоровенная огромная доска и мне нравится очень удобно значит берем весы и давайте взвесим нашу шею у меня здесь написано она килограмм 356 грамм так так килограмм 360 грамм значит килограмм 356 грамм так оно и есть килограмм 356 грамм и нам нужно узнать сколько нужно соль ки берем килограмм 360 пускай 360 будет умножить на 2 процента 27 грамм 27 и 2 ну вот у меня здесь 13 грамм 13 и 5 грамм обыкновенной поваренной соли я на молол мельницей и берем столько же не три точки 13 и 6 но все нормально пока что мы сольку отставляем в сторону вот такая вот у меня шейкой ребят как вы видите я сказал что шея очень жирная вот это вот все жир и благодаря этому жиру он будет топиться естественно его не будет вытапливаться то есть мясо тоже будет становиться вкуснее ароматней а а благодаря тому что мы сейчас будем варить в пакете то есть по системе сувид до так аккуратно чтобы не зарезать лишнего по системе сувид мы будем варить и плюс я засаливать буду только изнутри то есть сейчас придется немножечко подержать ребят это наверное сейчас мой любимый нож по мясу это викторинокс моделька по мясу очень удобно очень честно сказать я его приобрел уже ну давно очень давно и как-то все не выходило им попользоваться смотрите вот вот такая где-то в толщину меня шейка получилось сейчас я его просто вот смесью приправ и перца посыпаю сворачиваю обратно выпакуем в пакет помимо смеси наших солей да вот они у нас есть чеснок обыкновенный молотый чеснок вот в этой банке я буду смешивать ну здесь примерно его чайная ложка чайная ложка ну полторы полторы вот где-то полторы чайных ложки у нас чеснока все потом у меня есть перец красный острый я тоже положу где-то вот а вы не видите да то есть ложку вот такой вот классной горкой я думаю этого вполне хватит потом вот такая вот я купил паприку ну давайте вот ложку и ребят имейте ввиду вот эти вот приправы вот такие вот да вот баночку если вы берете они могут быть уже соленый так что всегда пробуйте у меня не соленая я специально брал не соленую приправу да и черный перец ребят черный перец я совершенно забыл черный перец так значит ну вот у меня на кстати новая мельница тоже от компании сибарис как эти доски давайте-ка мы на мелем где-то вот наверное половину того что есть это электро мельница перевернули она сразу включается я сделал крупный помол вот так вот это у меня происходит и само собой совпало что моя вот это вот баночка в которой я мешаю смеси мой шейкер он совпал просто с вообще я подбирал в баночку под выборовскую мельницу но наверное все мельницы одинаковые вот ну это как вы видите включается переворотом банальным можно так вот поставить пускай она молотит и заряжается от тайп си вот прикольная вещь хочу себе еще для соли такой же вот здесь вот винт крутится как у всех мельниц но большинство а вот этот подсветка еще идет ой вот вы видите что она подсвечивает прикольно всыпаем смесь солей наших с приправами хорошенечко перемешиваем и смотрите так как у нас будет вариться естественно я дам полежать какое-то время в пакете она просолится то есть соль начнет реагировать с мясом вот вот такой у нас смесь получилось и сейчас просто с внутренней стороны хорошенько все это посыпаем то есть мы потом когда будем отрезать у нас получится что-то по типу рулета да вот это то что у нас пойдет в наружную так сказать обмазку вот это что мы не боимся потерять то есть как-то смыть вот торцы и промажем помою руки и мы продолжим ребят начинаете сейчас нам нужно как-то этот кусок скомпоновать чтобы он понятно не раскрывался мы можем взять обыкновенную нитку мы завязать как обычно мы перевязываем но у меня есть колбасная сетка вечерняя сетка я думаю почему и не пользуюсь но у меня уже есть довольно таки но у меня уже несколько рулонов ее лежит я и не пользуюсь поэтому взял обыкновенную канализационную трубу это я купил обрезок какой-то самый короткий вот и давайте вот сейчас аккуратно чтобы не раскрылся наш кусочек да вы наверно не видите вот так чтобы не раскрылся мы просто вкидываем в сетку в трубу и вынимаем то есть смотрите у нас так вот кусочек весь скомпоновался сейчас можно будет завязать узелок а можно взять веревочку и веревочкой вот здесь вот завязать петельку вот хорошенько утряхаем чтоб он обжат именно обжат вот прямо весь был мы завязываем какой-нибудь узел для подвешивания значит давайте завакуумируем нашу свининку нашу шейку я уже пропаял пакет но и берем примерно примерно пакет на длину нашего куска вот немножко больше но берем мясо опускаем прямо в пакет пакет выравниваем закидываем в пакет для варки несколько лаврентиев вот он отдаст свой аромат будет супер и вакуум плюс запайка в принципе наш кусок пропаялся очень хорошо пускай хотя бы сутки полежит холодильнике при плюс 4 градусах просто вот я положу холодильник пускаем там полежит я у каждые где-то часа четыре пять буду переворачивать как-то на бачок ложить туда-сюда перекручивать так ребят смотрите значит вот в таком вот видео на шейка вот то есть она уже отлежала все как положено но сейчас у нас ночь на смотрите я налил холодной воды прощение 18 градусов и в принципе через часа 4 вот я там поставлю в виде таймер то есть я положу сейчас я положу это мясо воду опущу вот и через часа четыре таймер включится и у меня будет мясо вариться при 70 градусах в течение трех часов ну собственно говоря вот ну и все дальше уже будем доставать коптить ребят еще раз всем привет новый день то есть мяско у меня сварилась в таком она классном виде сколько соков натекло я его сварил субиде но по системе субид я его охладил и собственно говоря собственно говоря вот охладил в ледяной воде вот все еще сейчас давайте будем коптить коптить мы будем в коптильне ханхи вот но коптить я сегодня хочу не на газу а на углях и не на огне огонь коптит а мы сейчас обыкновенный возьмем уголь для шашлыка и в принципе закоптим на угле но и в принципе хочу испытать новый термометр гвоздь я его вам уже показывал вот то есть буду смотреть буду смотреть буду испытывать значит что мы сейчас делаем мы вскрываем это мясо и протираем если хватит бумажным полотенцем но в любом случае я уже вам показывал что коптильню ханки 4 можно использовать как сушилку мы это знаем и поэтому я буду подсушивать еще бы самой коптильне мясо то есть подвешенном состоянии так значит скрываем пакет его ребят вы вы только знали какой пошел конечно же шикарный аромат ребят сразу же снимаю вот эти вот лавровые листики я вот их всегда закидываю в последний момент и они прилипают к мясу но я вам скажу что лавровый лист конечно дает шикарный аромат мне вот он очень нравится но нужно какую-то взять и привычку когда варишь с увидим по системе с увидим надо сначала кинуть лаврентий а потом уже закладывать продукт то есть лавровый лист будет нагреваться он будет в одной емкости с продуктом с мясом и вот собственно говоря вот такая красотища сейчас берем бумажное полотенце и просто промакиваем просто промакиваем ничего вытирать не надо вот я не помню снимал я или нет здесь сеточка у нас одета то есть вот она видна вот то есть это колбасная сетка и потом у нас здесь еще ну вот да у нас полотенца не хватит чтобы все вытереть нормально поэтому будем досушивать в коктильни это нам не надо это нам тоже не надо нам нужно вот эта нижняя часть сюда мы сыпаем немножечко щипы вот хочу сегодня закоптить хочу аромат абрикоса вот этого вот нам хватит вполне то есть вы видите совсем совсем чуть-чуть фольгу я постелил одеваем одеваем вот этот крестовинку сверху на крестовинку подвешиваем наше миску помещаем в коптильню ребят в принципе она уже такой липенькой да вот сейчас у нас просто здесь ветер вот пока я ходил там готовился уголь принес там туда-сюда разложил что-то положил переложил фольгу нашел пока я все это собрал у меня но мясо уже обсохло то есть на такую же липковатенькая вот то есть уже вполне его можно коптить но в принципе пока не пойдет дымок я оставлю коптильню открытой крышкой пускай она нагревается ну и собственно говоря как только пойдет дымок я закрою крышку и буду коптить разжигаем уголь ребят я вот тут подумал у нас все равно жар идет то есть стартер у нас нагревается и вот отсюда вот идет жар так почему бы нам сейчас вот прямо не поставить сюда нашу коптильню но с открытой крышкой прямо на старте пускай сушится пускай сушится все то есть у нас сейчас копчение как такового не будет то есть щипать лет не будет температуры не хватит но пока у нас нагревается уголь пока разгоняется стартер пускай хотя бы подсыхает когда стартер разога разгонится разогреется естественно тогда пересыплю уголь и коптильню поставлю на уголь да ребят я совершенно забыл вставить инбирдовский термометр то есть вот такой вот гвоздь таком прикольным чехле в пенале таком кстати пенал сам является передатчиком значит гвоздь я сейчас ну опущу коптильню поставлю в мясо ну и как обычно его надо вставлять где-то вот здесь есть риск наверно на камеру на не нужно не видно но вот досюда надо вставлять так вот смотрите приложение запустилась мне говорит что окружающая среда в коптильню 28 то есть у этого штыря как обычно старца тоже один термометр на гвозди на саму штыре 2 а внутри продукта 15 ну отлично ведь температура подрастает потому что у нас сейчас здесь 18 то есть в коптильню уже на 10 градусов температура больше чем здесь подсушиваем как бы что-то меняться буду включать рассказывать вам ну что ребят уже пошел дымок значит закрываем крышку ну и собственно говоря как уголь до конца разогреется я его пересыпаю в лотки ну а по температурам у нас значит 38 уже в коптильне но в продукте 13 нам принципе то неважно 39 растет но давайте даже заглянем да он так все заглянуть он видно прямо дым как положено валит о такой шикарный аромат и кстати вот вы видите крышка закрыта вот лежит бокс от термометра вот а коптильна получается закрыта крышка полностью закрыта термометр вот нет тебя все они будут выпускать очень шикарный дымок просто очень шикарный нравится аромат ребят вы меня спросите на хрена ты вот так вот маешься неужели нельзя на дровах там и так далее ребят можно можно вообще без проблем можно но науку после угля вот как в прошлом году я начал готовить в казане на угле и после того как готовишь в казане на угле у тебя казан чистенький тебе его мыть не надо ничего с ним нету никаких проблем но только ты ставишь на огонь у тебя коптильня всаживайте оказан всаживать а все в саже чисто эстетический ну и в принципе я планирую еще сделать шашлычок так что уголь мне в любом случае нужен вот хватит этого угля или нет ну скорее всего хватит вот ну пока что коптим и следим за температурой вот то есть я не знаю камера берет или нет я глазами вижу из трубки идет дымок как дымок перестанет идти ну то есть как обычно дымок перестает идти все копчение завершено напоминаю сегодня цель не приготовить а именно закоптить вот если видно на камеру из-под крышки из приступочки немножко идет дымок как только дымок перестанет идти я моментально прекращаю готовить то есть только только дымок перестает идти я сразу же прекращаю нагревать вот то есть щипа стрела копчение завершено продукт можно вынимать все вот я переставил до высыпал уголек вот потом его рассыплю два лотка и пожарить шашлычок давайте посмотрим ну вы видите все уже уже почти дыма к тому же когда вы проверяете чтобы дым не сильно терялся поднимаем вот так и куполом запускаем обратно когда дым у нас не очень россия что ребят в принципе дымить уже перестала почти покида нет я вам скажу немножко пахнет немножко пахнет еще дымком но я думаю что уже через минут десять просто ведь уже темнее до через минут 10 я просто сниму коптильню я ее поставлю на пол она постоит остынет я достану продукт достану нашу шейку я сниму эту сеточку ну и в принципе положу в холодильник до завтра чтоб она там просто наставилась ну как обычно завернул бумагу ну что ребят такое вот получилось мяско вот сейчас уберу вот эту вот сеточку мы завтра же будем пробовать ребята ну что так складывается обстоятельства что попробовать придется уже сегодня потому что ну на завтра мне получится вам показать только какие-то огрызки вот ну то есть весна приехали соседи зашли в гости нельзя у не угостить аромат копчения безусловно присутствует и у абрикоса немножко можно сказать своеобразный аромат он хороший он очень вкусный он очень классный то есть это не ольха мне интересно вот прям вот посерединке разрезать мяско красненькое конечно этому всему надо остыть конечно этому надо остыть но я хочу попробовать ребят это максимально то что нужно есть холодным даже вот есть копчение которое можно съесть теплым которое можно съесть горячим которое шикарно прям вот ну к рису с пылу жару это то что нужно есть исключительно холодным исключительно ну да это вот вроде как видите по типу такого рулетика получилось можно было бы дать побольше чесночка поменьше паприк паприку вообще можно было не давать хватило бы в этой вот острой паприки острого перца то что я давал перец немножко дает остринку и при этом чувствуется аромат стоило ли варить или лучше было траву коптить знаете что можно было можно было не специи оставить но во первых добавить немножко других добавить немножко кориандра добавить мускатного ореха чуть-чуть вот прямо вот хочется мне мускатного ореха вот так принципе вечна вечной вот вечерний вкус присутствует красный цвет как вы видите присутствует и дорог хочу край попробовать легкое копчение то есть абрикос дает копчение гораздо она дает такое же но именно вкус насыщенность вот именно вкус копчености получается меньше чем у ольхи при чему при копчении на ольхе до термометр себя показал просто супер вот вы видели что в закрытом баке вам прекрасно работает от него от меня грязные руки уже не выбраться от него этот пенал и лежал на каком-то расстоянии коптильная закрыта была как может быть клетка фарадея и тем не менее все равно все работало вот получилось супер ну по правде сказать да не буду я говорить по правде я лучше сделаю еще один или даже не один рецепт а потом уже сделаю какой-то вывод пока что хорошо вкусно но надо дать остыть хотя бы чтоб ведь она не раз не вы не раскрывалась чтобы она хотя бы не разваливалась вот это все ребята всем покедала так ребят вот такого цвета получилось мяско вот такой вот она розовенькая внутри просто это вчера я уже в темноте снимал вот так вот